Привет всем, с вами я Макс и в сегодняшнем видео я расскажу о том, что я закончил очередной щит. В мою копилку видео я создавал щит под названием Павиза. Значит, щитов и модификаций этих щитов очень много, то есть можно посмотреть, погуглить в интернете, этого полно есть. От кавалерийских, пехотных, штурмовых, башенных, практически в человеческий рост. Значит, этот щит мне надо было сделать за очень короткий промежуток времени. Человек мне принес трафарет и сказал, что именно под себя он уже расчерпел все, как сделал, как надо ему. И, в принципе, я приступил к работе. Так как времени, еще раз говорю, было очень мало, мы сразу обговорили то, что придется делать его из дерева и крылья ему заменить на фанерные. Вот, мы увидим, что я выпилил еще с крыльем. Так как фанера была четверка, мне пришлось изгаляться, но она была тонкая. Я сделал такие четыре пластины. Почему четыре? Потому что я в дальнейшем буду склеивать между собой. Желоб будет, соответственно, из дерева. Еще раз оговорюсь о том, что времени оставалось мне мало, и человек стал именно выступить с этим щитом. Значит, не быть. Вот, пришлось торопиться и как-то придумывать что-то на ходу. После того, как я все это расчистил, очистил от лишних заусенцев и пыли. Все это я уже приступил к склеиванию этих двух половинок, сформировать, так сказать, крылья. Так, ну что ж, все это, после того, как все это я склеил, я оставил это все под прессом на определенное время. И уже по высыханию всего этого, что у меня получилось. Значит, два вот таких крыла. Вот сам желоб. Я предварительно ухрубил еще два желоба для того, как добрался до этого желоба. То есть, у меня попадались сучки в центре желобов, и когда начинаешь выбирать их, сучки вываливаются, образуется дырка. Один желоб у меня вообще раскололся. Но все-таки третий желоб оказался удачливый, и я его выбрал. Значит, дерево сосна, ибо другого у меня не было. Пришлось как-то вот это все дело фантазировать и придумывать, чтобы все это было приклеено. Также посажено на клей. И по высыханию я уже приступил к следующему этапу. Это было приклеено кожу на сам щит. В процессе я вам не буду показывать, потому что не вижу в этом смысла что-то объяснять. Все, как обычно, сажается на клей. Лишнее обрезается. Как мы видим, вот боковины я доклеиваю. То есть, по кромке щита я уже вот вверх-вниз, и бока уже сажаю и приклеиваю, как говорится, на клей. Ну что ж, процесс идет. После того, как это все засохнет, все эти обе половины наклеиваем. я уже приступаю к заклепкам. Значит, я подобрал проволоку нужного мне диаметра и начал напиливать заклепочки. Вот все мои будущие заклепочки. Процесс изготовления заклепок не вижу смысла показывать, потому что это уже есть. Расскальзывал в каких-то моих видов. Но дело должно быть. И уже переходим к следующему этапу. Это, значит, разметка и установка ручек. Ручек будет на данном щите двух видов. То есть, это кулачковый хват, как кулачковый хват, хват предплечья. На самом деле хватов было куча. Вот. И модификаций, так говорится, их было тоже очень много. То есть, люди приспосабливали их под себя для того, чтобы быть и ребром, и переносить это все. И удобно было и держать в разных плоскостях. Все это также было посажено на заклепки, подкладывались шайбы. И, соответственно, все это включилось, фиксировалось уже. Процессор такой долгий. Немножечко даже не станет утомительнее. Но, в принципе, все получилось. Все как надо стало. Ничего не треснуло, не раскололось. Все это подгонялось, опять же, мной индивидуально. Ну, в принципе, я делал под себя. Ну, так как человек, в принципе, такой же, чуть больше немножечко комплекции, но ростом, в принципе, такой же, как я. Ну, и потом вот я приступил к... Сделал вот такие два кольца. Эти, как кольца, предназначены для того, чтобы таскать щит на ремне. То есть, перекидывать его через ключо, закидывать его за спину. Ну, то есть, если человек, там, на коне, руки были свободными. Многое было спидено вот лишнее все. Вот такого типа. Конечно, я немножечко недоглядел, в плане недоглядел чего. Вот я установил эти кольца именно таким образом. Хотя, на самом деле, после того, как я поизучал немножечко мат-базы, я понял, что эти кольца устанавливаются на кромке щита в верхних его пределах. Для чего это сделано? Для того, чтобы как бы носить щит удобнее было. Ну, именно я сделал вот такой вариант. То есть, не стал подводить их к верху по углам, расставлять, а именно оставил вот таким способом. Значит, все это так же заклепал, зафиксировал. И уже в дальнейшем я поступаю к самому долгому, наверное, для вас, к самому нулюм процессу. Ну, опять и утомлять, значит, не буду у вас ничем. Это, значит, художественная изобразительная часть прошла у меня. То есть, сначала все разметив уже. Как обычно, рисунок я взял из книжки Федорова. Ничего я не придумывал в этом плане. Все было у него взято за основу. Ну, и, соответственно, дальнейшая раскраска щита. Делаем его красивым. Цвета использовал я зеленый, красный и желтый. Больше никаких других цветов не было мной используем. Подправляю границы. Ну, и уже в дальнейшем вы увидите, рисовал трафарет на каждое окно. И уже каждое окно заполнял желтым цветом. Потом дорисовываю все это. Получался такой вот орнамент растительный, тоже растительное происхождение. Я уже все делал в таком вот стиле. И по кромке щита я отпустил тоже такую вот гвязь орнамента как бы растительного. И получился вот такой вот шедевр. Щит получился очень легкий. В принципе, под человек индивидуально все это делалось, под его размеры. Вот кулачковый клад. Я вяжу именно кулаком. Такой вот тип. Чтобы было понятно, вот так вот кулачковый клад. И еще один хват это вот на предплечье. Сейчас я покажу. На предплечье вот для переноски вот так. Ну и для защиты. Так тоже можно защищаться. В принципе, кому как удобно. Ну что ж, мне конечно потом сказали, что тут такой сделал небольшой шедевр. Мне в принципе было приятно. Может быть кому-то будет полезно и интересно. Смотрите. Я буду дальше развивать это все дело. Но всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok